Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы Республика о главных новостях прямо сейчас в студии Ирина Волкова. Количество зараженных коронавирусом в Чувашии превысило 1 тысячу. На утро 8 мая, по данным сайта stopcoronavirus.rf, 1018 случаев, из которых 68 за последние сутки. 175 человек выздоровели. Летальных исходов по-прежнему 8. Сегодня в Доме правительства прошло заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Большая часть зараженных COVID-19 в районах в Ядринском. Там инфицированы 78 человек, что в 4 раза выше, чем в среднем по республике. 32 из них отслеживаются по геолокации через смартфон. Из 32 за эти выходные 26 нарушили режим. Это очень большой показатель. Всего в Ядринском районе за это время работала одна мобильная группа. Количество выписанных протоколов об административных нарушениях – ноль. Количество выписанных актов – ноль. И была проведена разъяснительная работа по отчетам района коснуло 150 человек. Конечно же, мы должны достаточно жестко реагировать на нарушителей, которые на сегодняшний день являются носителями инфекции. Потому что, к сожалению, количество нарушений со стороны этих людей достаточно большое, а это, соответственно, существенные риски. Сейчас республика обеспечена средствами индивидуальной защиты и лекарствами на 2 месяца. Поставки продолжаются. Достаточно и специального оборудования для лечения коронавирусных больных. На сегодня, буквально на днях, поступили еще 10 новых аппаратов по линии Минпромторга. 10 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Они уже распределены, работают на базе больниц скорой медицинской помощи. Буквально на днях еще ожидаем поступления еще 20 единиц аппаратов искусственной вентиляции легких. Врачи круглосуточно следят за состоянием пациентов. К счастью, число выздоровевших увеличивается. Чтобы удержать положительную динамику, власти еще раз напоминают, в период праздников необходимо соблюдать меры безопасности, избегать контактов и, по возможности, оставаться дома. Рифат Ваткулин, Андрей Спиридонов, Республика. Отметим, что на днях для защиты медиков Чувашии поступили 10 тысяч специальных костюмов и миллион медицинских масок, которые направят в больницы Республики. В комплект входят брюки, куртка, шапочка, шлем, бахилы и халаты хирургические. Тем временем в районах Чувашии продолжается пассивная сложности текущей кампании, задачи на будущее, вопросы господдержки отрасли. В Реуглавы Чувашии Олег Николаев обсудил с аграриями во время рабочей поездки по районам. Борьба с коронавирусом практически не влияет на ход сезонных пассивных работ, и аграрии на полях работают в штатном режиме, но с соблюдением санитарных мер. На поддержку агропромышленного комплекса Чувашии в бюджете предусмотрено более 3 миллиардов рублей. С начала года аграриям уже перечислена на весенние полевые работы 352 миллиона 600 тысяч рублей. Хоть и пассивные работы начались раньше обычных сроков, все же из-за неблагоприятных погодных условий темпы замедлились. Глава Республики лично контролирует ход пассивной кампании. Конечно, мы сегодня смотрели, прежде всего, ведущее хозяйство, можно сказать. Но при этом Сергей Геннадьевич изначально выбрал те районы, где все-таки имеются проблемы. И поэтому в целом, конечно, ощущения позитивные и чувства очень такие позитивные. Потому что в целом работа, которая организована, она вселяет очень такие чувства, что можно смело смотреть в будущее. Очень много планов по строительству важных объектов. Это фермы, это объекты переработки сельхозпродукции. А это, значит, новые рабочие места, добавочную стоимость, хорошая заработная плата. Ну и, конечно же, сегодня еще говорили о том, чтобы стимулировать молодежь, чтобы она выбирала не только место работы, но и место жительства в сельской территории. То есть вот это все в комплексе сегодня обсуждалось. Александр Соловьев, Бахтиар Вилеев, Республика. Еще в начале весны в столице Республики стартовал проект улицы Героев в Чебоксарах. Однако из-за пандемии большую часть запланированных событий пришлось отменить. А вот выставка рисунков, посвященная памяти героев, состоялась. И получилась настолько хорошей, что ее решили привезти по крупным предприятиям Чебоксара. Первой точкой, где развернулась экспозиция, стал хлебозавод номер два. Это утро для сотрудников Чебоксарского хлебозавода номер два оказалось насыщенным красками. Для тех, кто хоть на мгновение задержался у детских работ, время остановилось. По салам Ирины Комаровой, это не просто рисунки. Это глубокие размышления о том, что никогда не должно повториться. Мы с утра пробежали мимо, но в обед пришли смотреть специально. Дух патриотизма, родители стараются передать все вот это наследие детям. И они смогли это изобразить, трогают душу. И мы будем думать, что многие другие люди, куда повезут выставки, тоже посмотрят и порадуются за всех. Выставка передвижная. А это значит, с экспозицией смогут ознакомиться и другие коллективы города. Планируется охватить около 50 предприятий. История жива. Наши дети помнят и чтят наших людей, наших стариков, наших, кто воевал. Очень горды за нашу республику. Проект поддержал Боготворительный фонд Возрождения, в рамках которого в марте в школах города ребята ставили театральные сценки на военную тематику. Все участники этих мероприятий получили буклет с тематическими иллюстрациями улицы Героев Чебоксарах. Своеобразную летопись тех событий теперь пишут они сами. Благодаря управлению образования, то, что они очень поощряли и способствовали различным мероприятиям и марафон открытых эфиров, и постоянное взаимодействие с коллективом, получается, учителей и учащихся в школах в процессе онлайна, конечно, это вдохновлялось, это давалось больше возможности детям рисовать во время как раз пандемии, для того, чтобы немножко отвлечься от этих процессов и в то же самое время поинтересоваться историей своего рода. Всего в фестивале рисунков приняли участие более 25 тысяч школьников. Авторах лучших работ ждет награда. Поездка в музей на Поклонной горе в Москве. Разумеется, как только снимут коронавирусные ограничения. Часть рисунков школьников превратится в праздничные открытки. А пока ознакомиться с творчеством юных художников можно виртуально. Выставка запущена в соцсетях. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. Это лишь часть важных новостей региона о других темах в ближайших выпусках. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»